МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня что? Истребование имущества из чужого незаконного владения. Правильно? Представьтесь, и будем сейчас истребовать. Обручев Григорий Иванович. Ну, дальше. Рассказывайте суть дела. Ваша честь, ответчик присвоил себе имущество моего отца. Дело обстоит следующим образом. Я проживаю в Москве, а мой отец проживает в городе Новосибирске, ну, под городом Новосибирска, в частном доме. Мы часто созваниваемся, перезваниваемся, я даже навещаю его иногда. Вот. На его день рождения я приехал, подарил ему набор для подлёдного лова. Ну, он у меня в возрасте, но ещё бодрый такой, и любит заниматься рыбалкой. Я ему подарил на день рождения набор для подлёдного лова. Вот. И после дня рождения поехал домой. Ну, к себе в Москву. Так. Практически уже доехал до дома. Мне звонит его, так сказать, любовница, сожительница, и говорит, что мой отец на следующий день после дня рождения пошёл на рыбалку и провалился в подлёд и утонул. Я, ну, недолго думая, тут же взял билет на ближайший поезд назад, Новосибирск, и поехал, ну, на похороны, хотел успеть на похороны. Вот. На похороны я не успел, успел только на поминки. Когда я приехал на поминки, у меня вообще чуть в шоке не было, какая столовая, там в этой столовой вонючей, грязной проходили поминки. Ну, я в поминках побыл и вернулся в дом, где жил мой отец. Вернулся и чуть в обморок не упал. Захожу, вся мебель, всё-всё-всё, что находилось в квартире, в доме, когда я был там, приезжал, вообще нету ничего. Начал разбираться, и мне сожительница говорит, что всё-всё-всё, что там было, это... У меня есть список вещей, которые... Мебельный гарнитур, румынский, холодильник, телевизор плазменный, новый, за 19 тысяч рублей, который я лично покупал отцу на день рождения. Ковёр, стенка, книги и японский магнитофон. Вот. Бывшая сожительница моего отца объясняет всё тем, что якобы истец всё это вывез в честь долга, который мой отец якобы должен ему. Вы имеете в виду ответчик? Ответчик. Ответчик вывез в честь долга. Какого долга, я не знаю. Отец бы мне сказал, что долг был, что он там занимал. И она ещё объясняет то, что якобы моему отцу зарплату не платили или задерживали там, ну такая ситуация. А я был в бухгалтерии его предприятия, успел сходить, и взял справку о доходах, ну а всё, справки выплат, и зарплату платили вовремя, всегда, в размере 20 тысяч рублей. И никаких задержек вообще не было. Я, ну получилось так, что требую с истца всё, что он вывез, вплоть до удочек, вплоть до всё, ну отцу подарил день рождения, набор для рыбалки, я всё это требую. Я просто ни одного не могу понять, он объясняет, что он даже на похороны не пришёл, на поминках не явился, объясняет, не знаю, чем это. Понятно. Документы мне дайте ваши и списки вещей, самое главное. Список вещей. Значит, как вы можете доказать, что речь идёт именно о тех вещах, которые находились в собственности вашего отца? Ну, во-первых, лет пять назад, я был у отца тоже так же на день рождения, мы сделали, ну, фотографию, она у меня присутствует, фотографию, на которой все вещи, которые на момент изъятия им, они здесь все на фотографии есть. Значит, эти вещи были куплены... А что же вы там документы мне не все даёте? Дайте мне все документы, которые служат... Фотографию, справка о доходах, вот техпоставы телевизор, следствие смерти. Ну, конечно. Все документы мне нужны. Вот у вас упало у вас там. Вот так. Так, я вас понял. Доказательства вы представили, позицию изложили. Ответчик вам слово. Ваша честь, моя фамилия Степанова Ларион Петрович. Я категорически не согласен с тиском, так как я забирал долг из спорного имущества. Дело в том, что о покойниках не говорят действительно плохо, но я не могу говорить о Иване. Это был мой приятель, его отец. Мы с ним, у нас с ним были довольно неплохие отношения, но дело в том, что он действительно работал и получал 20 тысяч. Это категорически не хватало на жизнь. Но, тем не менее, он завел новую пассию. А этой пассии нужно было какие-то удовлетворения. Ну, сначала он брал у меня деньги для того, чтобы якобы подлечиться, понимаете, на здоровье. Ну, потом, когда мне Галина Владимировна сказала, что у него со здоровьем все нормально, он не является старым, он как молодой бычок, будем так говорить. Со здоровьем у него было прекрасно, но не удовлетворяли запросы ее. Ей нужно было покупать какие-то подарки для того, чтобы удовлетворить сексуальные потребности, понимаете. Поэтому этот человек... А что, разве сексуальные потребности удовлетворяются подарками? Ну, видимо, в этой семье было так налажено взаимоотношение, что позволяло. Что ты про их семью-то знаешь вообще? Поэтому он просил, дай мне одолжить денег, одолжи. Да, я ему одолжил. Дотовую сумму в итоге набралось 65 тысяч долга, понимаете. 65 тысяч рублей. Совершенно верно. Расписки брали? Нет. Наши отношения не позволяли брать мне расписок у моего приятеля, понимаете. Все было на чисто человеческих отношениях. Да, но такие отношения, которые... Доказательств нет, а вещи после смерти сразу вывезли. После его смерти, да, я случайно узнал об этом, но чтобы перекрыть долг, который действительно человек был должен, я нанял независимые эксперты, описали имущество, которое было там, и забрал я это имущество. Хорошо. Кто описывал имущество, скажите? Независимые эксперты. У меня есть заключение экспертизы. Понятно. Передайте мне все документы, которые у вас есть. Вот, пожалуйста, одно заключение. Понятно. И еще у меня к вам вопрос. А, значит, вы решили, что стоимость вот этого всего, имущества, которое осталось после смерти человека, который пользовался всем, всего лишь 65 тысяч рублей? Я не забрал все имущество. Я набрал на ту сумму с экспертами, которая стоит 65 тысяч, возраздолго. И стен же говорит, что вывезли... Возраздолго. Я забрал то имущество, которое было... Хорошо. А сожительница погибшего не возражала против вывоза этих всех предметов-то, обихода? Ну, у нас... Я же, Ваша честь, говорю, что у нас позволяли взаимоотношения, как с ней, так и с ним. Поэтому все было на добрых человеческих взаимоотношениях. Ваша честь, слушайте, они сейчас проживают вместе. Они сейчас, я не знаю, как их назвать, любовники, нелюбовники. А они это кто? Это ответчик и сожительница моего отца. Ваша честь, я прошу допросить именно свидетелей с моей стороны. Вызовите свидетелей ответчика в суд. Свидетелей ответчика, пройдите. А где остальное? Вы кто? Я Пашкова Галина Владимировна, Ваша честь. Мой бывший муж, Ванечка Обручев, он мало получал. Получал всего 20 тысяч. Ванечка Обручев не был вашим мужем, насколько я понимаю. Вы жили как сожитель. В гражданском браке. Мы жили с Ванечкой в гражданском браке. Он получал 20 тысяч рублей, на которые, вы понимаете, очень тяжело жить. Сын ему, Гриша, совсем не помогал. Сын Гриша, это который истец, да? Да, истец. Слышишь, что дети ждут положить нам 20 тысяч? А по состоянию здоровья я не могла работать. У меня хроническая усталость, асцения и постоянные мигрени. Вы на самом деле сейчас проживаете вместе с ответчиком? Да. Да. И если вы теперь мне скажете, что вы разрешили вывезти это имущество, я не удивлюсь. Вы разрешили? Этим имуществом был погашен долг, который Ванечка сделал. Ему очень тяжело было на 20 тысяч существовать. Ему приходилось занимать. Он должен был устроиться на вторую работу. Ваша честь, Ванечка так радовался, что ему Григорий удочки подарил. Он так радовался, он говорит, ну все, Галинушка, будем теперь рыбу есть, продавать будем рыбу. Деньги у нас будут. Я не знаю, зачем ему Гришка эти удочки подарил. Сам отца в проруби утопил. Вы далеко пошли-то. Если тебе это... Далеко пошли-то. Я хочу отдать ему и плащ и удочку. Ваша честь, Ваша честь, еще сапоги и еще две удочки. Слышите, еще две удочки и сапоги. Да когда позвонили мне и сказали, что Ванечка утонул, они сказали, что на Ванечке один плащ был, а удочку я уже возле проруби нашла. А сапоги пропали. Ныряй в прорубь и ищи там, я покажу, где прорубь. Ваша честь, я не знаю. Да уж лед растаял, проруби-то уже нет. Ну покажу, где была прорубь. Я тебе ласты подарю, сплаваешь сама. Ваша честь, я не знаю, мне как бы по большому счету это просто как бы память об отце. Хочу себя оставить и как бы только ради этого я бы хотел... Память об отце, да он до отца ты не хоронил, хоронила я. Вот, пожалуйста, чек. Всех на ритуальные услуги. Ваша честь, я же представил, что я физически не мог, просто не физически. Хорошо, хорошо. У тебя есть где жить? Вот у тебя есть мужчина. Когда Исокинец вас выгнал из дома, вы сразу ушли жить к ответчику, свидетель? Нет. Я ушла в свою коммунальную комнату. У меня такое ощущение складывается, что вы вместе с гарнитуром этим румынским, с холодильником, так и въехали сразу к ответчику. А как я могла поступить? Я одинокая, больная женщина, мне нужна поддержка. А без мужчины я не могу. И холодильника тоже не могу. Ну что ж, после ваших таких хороших показаний, которые вы дали, в суде суд удаляется для того, чтобы их оценить и прийти к справедливому и законному решению. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Я оценил все доказательства, которые были представлены в суд сторонами, а также свидетелем. Свидетель ответчика успешно подтвердила, что все имущество, а именно все перечисленное имущество, которое принадлежало покойному, все было перевезено свидетелем к вам, ответчик, в квартиру, в ваше жилье. Я напоминаю вам, что в соответствии с гражданским кодексом страны, лицо имеет право требовать возврата из чужого незаконного владения своего имущества. В данном случае, естественно, доказал, что он является сыном умершего. Это имущество должно перейти ему по наследству. Вы наследником не являетесь, впрочем, так же, как и вы, потому что брак у вас не зарегистрирован. Поэтому вам придется вернуть это имущество. А по поводу того, что долг, не долг, ну, был бы долг, были бы расписки, тогда был бы разговор другой. А как до тех пор, пока вы не можете представить доказательств, что долг как таковой был, я вот так вот поверить вам не могу. Поэтому устанавливаю вам срок, в течение 20 дней вы должны все имущество вернуть. Так будет написано в исполнительном листе. Потом пойдут санкции. Решение суда. Иск удовлетворить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова